МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важный вектор. Аким Алматинской области Аманды Кбаталов провел отчетную встречу с населением. На этот раз преподавали вопросы социальной защиты. Визави. Аким области провел прием граждан. Какие проблемы сегодня беспокоят население? Закон есть закон. Любителям стихийной торговли в областном центре прописан стоп. Однако власти идут навстречу. Какие меры для этого предприняты? Благородная профессия. Более 60 тысячам педагогов Алматинской области повысили заработную плату. Вне зоны доступа. На протяжении многих лет вопрос создания безбарьерной среды для инвалидов все еще остается открытым. Некоторые коммерческие объекты и сейчас недоступны людям с особыми потребностями. Их подвиг будет жить в веках. Всего 11 ветеранов Великой Отечественной войны на сегодня осталось в Талдыкургане. Жизни и подвигам солдат победы посвящается. В Алматинской области будет продолжена реализация социальной политики. На 2020 год планируется многое. Встретительство школ, жилья, сетей водоснабжения, газификация и ремонт автодорог. На уходящей неделе в Талдыкургане состоялась отчетная встреча Акима области Аманды Кабаталова с населением края. На встрече были подведены итоги работы руководства края ЖТСУ за год прошедший. Так в регионе отмечен существенный экономический рост. Привлекаются инвестиции, выросли показатели отрасли сельского хозяйства. Однако актуальными остаются некоторые социальные вопросы. На сегодня в городах и селах области не хватает порядка 250 специалистов в сфере здравоохранения. Ровно половина из которых врачи узкой специализации. В связи с увеличением рождаемости остро стоит и вопрос трехсменного обучения. Обеспечение жильем также является одной из насущных проблем ЖТСУ. Открытый диалог власти с народом, который состоялся в драматическом театре имени Бекин Римовой, длился более трех часов и в этом году носил выраженный социальный характер. Гульнас Мустафа продолжит тему. Свой доклад первый руководитель Алматинской области Аманды Кабаталов начал с социальных вопросов. И это не случайно. Краем ЖТСУ взят курс на возрастание социальной ориентации экономической политики. Поступление в бюджет области составили более 500 миллиардов тенге. Это позволило увеличить расходы на решение социальных вопросов. 75% бюджета направлены на решение социальных вопросов и создание комфортных условий проживания. В том числе ремонт дорог, строительство жилья с инженерными сетями, водоснабжение, газофикация, развитие жилищно-коммунального хозяйства. Расходы только на образование увеличились на 59 миллиардов тенге или на 28% и достигли уровня 266 миллиардов тенге. За последние пять лет в области построено 75 новых учреждений среднего образования. Тем не менее, проблема трехсменных школ остается острой. На сегодня таких в регионе 38. В связи с этим, отметил в своей речи Аманды Кабаталов, назрела необходимость строительства еще 21 школы. Также прорабатывается вопрос строительства учреждений образования за счет частных инвестиций. Первые такие уже появились в Каратальском и Карасайском районах. Наряду с этим будут закуплены 70 комфортабельных автобусов для перевозки детей в школы из дачных массивов и маленьких сел, на что выделен 1 миллиард тенге. Многое делается и для развития здравоохранения. Однако и здесь немало проблем, над решением которых активно ведется работа. Существует дефицит медицинских кадров. Не хватает 241 специалиста, из них 126 врачей узкой специализации. В этой связи для привлечения специалистов в этом году при рассмотрении бюджета мы планируем приобрести 126 квартир во всех районах и городах. На это мы посчитали и выделили 756 миллионов тенге. Часто слышал жалобу на работу скорой помощи. Мы проанализировали данную ситуацию. Я дал поручение. Первая причина – это очень, где население много районов, количество бригад не соответствует нормативу. Также не хватает транспорта. Поэтому мы решили, что к тем 35, которые выделяет республика, мы докупим за счет местного бюджета еще 35. И этот вопрос полностью закроем. Основной упор в области делается на поддержку нуждающихся жителей. В рамках социальной карты оказывается помощь малообеспеченными многодетным семьям. Более 40 тысяч детей получают в школах бесплатное горячее питание. Еще столько же студентов и многодетных матерей пользуются бесплатным проездом. Но и это не все. Бесплатно подключены к газу порядка 2,5 тысяч семей. Еще в 22 тысячах жилых домов установлены датчики угарного газа. Открываются реабилитационные центры для детей-инвалидов. Расходы на их социальное обеспечение увеличены. Однако вместе с тем социально-экономический рост влечет рост демографии. И как следствие все еще имеет место большая очередность на жилье. И сегодня в очереди стоит 50 с лишним тысяч человек. Из них 20 тысяч социально уязвимые, 5 тысяч 527 многодетные семьи. Поэтому в этом году средства на средства жилья инженерно-инфраструктурные увеличили мы в 1,6 раза и составили 32,6 миллиарда тенге. Но это не предел. В течение года мы будем постоянно делать проектно-смертную документацию, готовить инженерные сети и строить новое жилье. Этот год в Алматинской области объявлен годом газификации. В связи с этим особое внимание будет уделено снабжению населения природным газом. Не менее важной задачей остается и вопрос обеспечения питьевой водой и строительства дорог. По территории области проходит где-то около 314 километров этой дороги. Они к нам обратились в связи с дефицитом рабочей силы. Мы выделили через республиканскую программу ЕМБЕК деньги. Обучили их. Около 250 человек мы 200 уже обучили. И вот с наступлением весны работа опять будет идти полным ходом. В этом году они нам обеспечат проезд. В 2021 году дорога будет 100% закончена. Будут все необходимые элементы дороги выполнены. Первый руководитель области подробно становился и на достижениях регионов промышленности, производстве, сельском хозяйстве и туризме. Огромная работа в этом направлении уже проделана. Крупные транснациональные компании сейчас работают в ЖТСУ. И еще ряд инвесторов с мировым именем планируют тесно сотрудничать с Алматинской областью. Не только за благоприятные условия в регионе. Главное – за отдельный подход Акима области привлечения инвестиций. У нас есть инвестиционный портфель в разных направлениях. И в промышленности, и в сельском хозяйстве. Но основной, конечно, это переработка. Компания Bauman имеет столетнюю историю. И когда президент Германии был, ему презентовали этот проект, он очень понравился. Именно в Алматинской области 4 миллиона мы имеем овец. Второй проект, то, что я вам говорил, это добыча вольфрама. Китайцы любят именно мясо птицы. Сейчас совместно с известной компанией Magnum мы строим, будем уже. Мы землю определили, переговоры провели, крупнейшую фабрику по птице. Куда будет уходить все там? Практически безотходное производство. Кроме того, что задавали насущные вопросы, участники встречи выразили Акиму области большую признательность. По их словам, не случайно Амандык Батал возглавляет рейтинг Акимов всех областей республики. Ведь в регионе многое изменилось в лучшую сторону. С приходом его на должность первого руководителя, утверждают о ней. Поблагодарить руководство Алматинской области специально на этот отчет прибыла целая делегация из Туркестанской области во главе с Розой Абдрамановой. В самый сложный период вы, Амандык Габасович, со своей командой были в городе Арыс и помогли обрести крышу над головой моим землякам. Самое нужное для нас время. Я не одна, которая благодарит вас и вашу область за ту помощь, которую вы оказали нам. Со мной многие жители Арыса. Благодаря вам мы живем в качественно построенных домах. Спектр вопросов, затронутых на итоговой встрече, был довольно широк. ЖТСУСцы на протяжении двух часов задавали вопросы. Ряд касался проектов, реализуемых в нашем регионе. Мы планируем провести Балхашскую регату, в которой мы уже 20-й год в этом году будет у нас юбилей. Плюс к тому мы хотели бы приурочить ему к году волонтеров и сделать именно большое массовое мероприятие с участием волонтеров разных стран. И вот мы хотели бы обратиться к вам за поддержкой, именно совместно проработать этот план. В полях лютрации расположены 42 чека, из них 39 заполнены сточными водами. В летнее время, в жаркую погоду, едкий запах сточных вод распространяется по всему району. И к тому же есть риск, что в любое время сточные воды могут прорвать дамбу и загрязнить реку Усёк. И что приведет к экологической ситуации. И в связи с этим просим вас оказать содействие в разрешении этого вопроса, выделить денежные средства для строительства полиэфильтрации в нижней части села Чулакай. На все вопросы Акимом области были даны исчерпывающие ответы. По многим проблемам будут приниматься конкретные меры. Ряд из них требует решения в кратчайшие сроки, а некоторые требуют детального изучения. Словом, задач, над которыми должна и будет работать область, хватает. Главное – нацелить их правильно и решать сообща, подытожил встречу Аким области. Отчетная встреча Акима области транслировалась в социальных сетях в режиме онлайн. Этой возможностью воспользовались и районы региона, жители которых также смогли связаться напрямую с Акимом области. Как отметил первый руководитель области, ни один человек не останется без внимания. Нерешенных проблем нет. Все вопросы можно изучить и принять соответствующие меры. Поэтому мы открыты для граждан. Вчера до четырех часов я принимал людей, выслушивал их. И сегодня я поговорил со всеми. Каждый вопрос взят на карандаш. По мере возможности свяжемся с каждым и вместе решим. Также для детального разбора проблем и вопросов прямо во время отчетной встречи в фойе драмтеатра сотрудники различных ведомств консультировали граждан в формате одного окна. Прошедшая отчетная встреча стала еще одним доказательством того, что глава края Амандык Баталов в курсе всех проблемных вопросов, касающихся населения. Держать их на контроле и решать в кратчайшие сроки – главная задача руководства области. Хорошим подспорьем в этом является прием граждан, где все желающие могут напрямую обратиться к Акиму. На этой неделе Амандык Баталов принял порядка 50 жителей Крайжитесу. На встрече были подняты вопросы, касающиеся получения жилья, ремонта дорог, разъяснения новых механизмов получения АСП, трудоустройства и многого другого. Так, в Талдыкургане в скором времени будет открыт первый реабилитационный центр для детей с нарушениями зрения. Такой проект был предложен в ходе приема граждан. Акимобласть Амандык Баталов идею проекта поддержал. Какие еще проблемы были решены в рамках встречи, расскажет Гульмира Тимиргалеева. Открытие реабилитационного центра жизненно необходимо для детей с нарушениями зрения. Об этом заявила на встрече с главой региона, жительница областного центра Диана Айдарханова. По словам дефектолога, в Талдыкургане 782 ребенка нуждается в отдельном оборудованном помещении ввиду необходимости проведения многочисленных восстановительных процедур. Именно массаж, ЛФК, психолог, логопед, психопедолог, сестра-паптистка, то есть комплекс, а там один коррекционный кабинет, 782 ребенка по Талдыкургане. Вот здесь 16 этаж, где высотные дома построены. Такой же мы, давайте продумаем. Хорошо. Когда она в региона центр, минимум через два года будет. А это будет в ближайшее время. В ближайшее время вот в этих домах мы можем его построить и сдать. Хорошо. Давай, займитесь. Одна из наболевших проблем жителей региона – вопрос получения жилья. С этой темы обратилась большая часть граждан, среди которых многодетные матери, инвалиды и пенсионеры. Впрочем, у тех, у кого этот вопрос уже решился, возникли другие трудности. Прописаться по новому месту жительства, произвести оплату коммунальных услуг и оформить документы на получение АСП стало невозможным для новоселов коттеджного городка. Как оказалось, этот жилой квадрат до сих пор не числится на городском балансе. Мы не смогли произвести оплату за свет, воду и газ, потому что, как оказалось, нас нигде не зарегистрировали. Все, кто в коттеджном городке, их принимать, что да, они уже прописаны, и вот по этому адресу документы, но они с АСП не должны выпадать. Если местные предприниматели пользуются поддержкой главы региона, то и спрос с них вдвойне. Об этом свидетельствуют требования Аманды Кабаталова о соблюдении санитарных норм допустимого уровня шума. Неудобное соседство стало причиной обращения жительницы города Текили, пенсионерки Нины Барановой. С её слов, невыносимый шум, исходящий с текилийского горно-перерабатывающего комплекса, приносит неудобство и дискомфорт многим жителям городка. Шумное оборудование отключается. Приезжают лаборанты из специализированных оборудований. То же самое. Шум отключают, поэтому в пределах нормы. Я сам своими ушами услышал, я с ним вдвоём шёл и говорю, что за шум слушает. Он говорит, вот этот бог как так ходит. К радости текилийцев по поручению Акима области их проблема будет решена уже в этом году. Включить село Ащесай в программу аул Ельбесыга, резюмировал Аманды Кабаталов, давая поручение своим подчинённым по решению ряда социальных проблем жителей населённого пункта Инбекши Казахского района. Со слов делегатов, прибывших на встречу с Акимом области, село нуждается в новой школе, детском саде и Доме культуры. К тому же, одной из проблем для Ащебулакцев стал мусорный полигон и уничтожение трупов заражённых животных. В этом году в программу вошло 21 село. Общая сумма – 17 миллиардов тенге. Ваш аул тоже нужно включить в список. Этот вопрос будет решён. Не остались без внимания и нужды многодетных матерей. Оказать помощь в получении образовательного гранта, помочь с получением жилья, посодействовать с открытием собственного дела – лишь малая часть поручений Аманды Кабаталова. На личном приёме у Акима побывал и общественный деятель, опекун девятерых детей Алия Апсиметова. К радости Алии глава региона пообещала осуществить давнюю мечту семьи – приобрести микроавтобус для её девяти ребятишек. К тому же, инициативное предложение молодой женщины нашло поддержку со стороны Акима области. «Хотелось бы сделать предложение, чтобы дети сиропты по Алматинской области получали по всей Алматинской области. Потому что так будет справедливо, потому что экономически же…» «Правильно говорит она. Комплексная застройка в основном идёт в Ильском, Талгарском, Харасайском. Понял, да? Что вот в Балхашском районе тоже самое жильё практически не строится. В Джамбульском районе. Вот эти дети, чтобы получали жильё вот в этих…» За долгих четыре часа Амандык Баталов успел выслушать всех граждан, прибывших из разных уголков Алматинской области. В длинном списке среди простых жителей – племянница Ильяса Женсугурова, дочь Злихи Тамшибаевой и даже одноклассница самого Ельбаса. Глава региона с одинаковым уважением отнёсся к каждому из обратившихся, дав понять, что проблемы житесуццев под особым контролем. А значит, будут решены в срок. В ходе отчётной встречи с населением области были подняты многие насущные проблемы. Разговор коснулся и такой актуальной для Талдыкургана темы, как стихийная торговля. Областной центр – это, можно сказать, лицо всего региона. А значит, он должен выглядеть подобающе. Аман Дыкбаталов твёрдо заявил, что отныне стихийной торговли в Талдыкургане не будет. Принимая во внимание, что подобный вид заработка был единственным доходом для уличных продавцов, глава области принял меры по решению этого вопроса лично. На прошедшей неделе он встретился с лавочниками. К какому итогу пришли стороны, расскажет Ильяман Раимбеков. Стихийная торговля – наболевший вопрос областного центра. Последние полгода власти города кардинально взялись за её ликвидацию, предлагая торгующим свободные отделы в центральных торговых домах. Однако продавцы не соглашались с этим вариантом, аргументируя тем, что точки не наработаны. Проходимость низкая, а значит, прибыли у торговцев не будет. Стихийщики и руководство Талдыкургана долго не могли прийти к консенсусу. Со своей проблемой они обратились напрямую к команду Кубаталову и были услышаны. Все современные страны стремятся к этому. Я знаю ваше положение. Не от хорошей жизни торгуете на улице. Поэтому мы предлагаем альтернативный вариант, который устроит все стороны. На пересечении улиц Абая и Гаухарана есть свободный участок. Вот эту территорию мы организуем под цивилизованное место для торговли со всей необходимой инфраструктурой и удобствами. Спасибо Акиму область Аманды Кубаталову. Он, как никто другой, понимает нашу ситуацию. Заботясь о нас, нам создадут все необходимые условия. Нас всё устраивает. Новая торговая зона будет рассчитана на 130 предпринимательских точек. К тому же на полгода они будут освобождены от налоговых и арендных выплат. Со стороны Акимата города Талдукурган мы сейчас в данный момент благоустроили территорию базара на улице Галхарана, пересечении Абая. Мы сделали полностью очистку данной территории. Сейчас провели электричество. Объект будут строить примерно два месяца. А до этого времени Аманды Кубаталов поручил руководству города выделить продавцам временные места. Но зону Арбата всё же освободить. Мы сейчас ищем несколько участков, где можно будет торговать пару месяцев, пока не откроем современный базар для них. Участки будут ярмарочного типа, чтобы соответствовало эстетическому виду. Также у стихийных торговцев отсутствуют всякие документы, к примеру, о предпринимательской деятельности. На решение этих вопросов отведено пару дней. К слову, ликвидация стихийной торговли обеспечит прозрачность налоговых поступлений. Не будет антисанитарии. Проезд автомобилей, парковочная зона, пешеходные переходы, тротуары, наконец, будут выполнять свои положенные функции. Елеман Раймбеков, Абзол Несипов, телеканал Рецу, Талдукурган. Талдукурган Танирберген Даркенбаев начал в 1983 году сотрудником Кировского районного исполнительного комитета. В разные годы он занимал должности инженера Талдукурган Промстрой, руководителя управления строительством. Работал в Министерствах регионального развития, экономики. С августа 2018 года до сегодняшнего дня был заместителем директора филиала хозяйственного управления, акционерного общества, национальная компания «Казахстан-Темиржалы». Поздравляю с назначением. Уверен, проявишь себя как хороший управленец. Выполнишь достойно все возложенные на тебя обязанности. Работа нелегкая, ответственная. Поэтому желаю удачи на новом поприще. Кадровые изменения произошли и в другой сфере. На этой неделе распоряжением Акима Алматинской области назначен новый руководитель регионального управления по инспекции труда. Им стал Тимирлан Бектасов, 1969 года рождения. Он имеет два высших образования. По специальностям техник, гидротехник и инженер-строитель. В разные годы работал начальником отделов архитектуры и градостроительства Жамбылского и Карасайского районов, начальником областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Акимом Талдебулакского сельского округа Кирбулакского района, руководителем управления строительства Алматинской области и Акимом Панфиловского района. Последние полгода занимал пост руководителя аппарата Акима Алматинской области. Управление по инспекции труда следит за соблюдением трудовых прав граждан. К сожалению, такие нарушения, как задержка выплаты заработной платы или незаконное увольнение, имеют место быть. Более того, в регионе отмечается печальная статистика роста количества нарушений трудовых договоров. По словам специалистов, это связано не только с правовой безграмотностью населения, но и с нечестным подходом нерадивых работодателей. Как обстоят дела в сфере трудовых отношений в нашем регионе и насколько соблюдаются пункты Трудового кодекса в рабочих коллективах, узнавала Гульмира Тимиргалиева. Проблемы защиты прав работников в первую очередь возникают из-за незнания законов. Однако, чтобы отстоять свои кровно заработанные или оспорить неправомерное решение своего руководителя, казахстанцы в большинстве случаев сразу же обращаются в суды. К сожалению, не каждый гражданин знает, что вопросами трудового законодательства занимается отдельное ведомство, а именно инспекция по труду. В основном нарушения трудового законодательства в части при приеме на работу с работниками не заключают трудовые договора. Им не разъясняются свои трудовые права. Допустим, даже приказы элементарные не составляются при приеме на работу. Соответственно, отпускные, допустим, не выплачиваются. Режим рабочего времени не соблюдается. Но фактов очень много. Как показывает статистика, количество жалоб со стороны наемных работников из года в год увеличивается. Если в 2018 году их было чуть более 700, то в 2019 году их число составило около тысячи. С начала 2020 года в реестре инспекции уже зарегистрировано порядка 92 заявлений. В месяц у каждого сотрудника госинспекции на рассмотрении примерно более 10 сложных дел. Профсоюзы оказывают посильную помощь в разрешении трудовых споров. Но в случае с крупными организациями не обойтись без вмешательства инспекции труда. Так, мостостроительный отряд имени Рязанова в городе Капшагай задолжал своим рабочим более 140 миллионов тенге. Невыполнение требования предписаний инспекции труда привело к принудительному исполнению данных обязанностей после вынесения решения экономическим судом. В список нарушителей трудового кодекса вошли еще два предприятия. Имбежавашта находится в Велическом районе. По данному предприятию работодатель не выплачивает заработную плату. Однако, госинспекторами труда на сегодняшний день наложены административные штрафы, выданы предписания и материалы, направленные в экономический суд. Третье предприятие, это у нас тоже Сукранит, оно зарегистрировано в Аксульском районе. По данному предприятию госинспекторам по заявлению работников назначена проверка, по итогам проверок выданы предписания. На сегодняшний день данное дело рассматривается в суде. В идеале трудовые будни работников не должны омрачаться мыслями о задержке заработанных денег или того хуже предстоящим увольнением. Как показал соцопрос среди талдыкурганцев, их вполне устраивает как условия труда, так и размер оплаты. Зарплату я получаю согласно трудовому договору. С нарушениями я не сталкивался. Всё в порядке. Муж работает на государственной службе. Никаких нарушений у него на работе не было. Зарплату получают полностью и вовремя. Для сведения работодателей в случае нарушения пунктов Трудового кодекса для должностных лиц предусматривается административное наказание в виде штрафа от 30 МРП. Руководителям малых предприятий размер денежного взыскания составляет от 60 расчётных показателей, согласно статье 87 Административного кодекса Республики Казахстан. Гульмира Тимиргалеева, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Трудовые права педагогов и воспитателей отныне на особом контроле государством. Как известно, в Казахстане принят закон о статусе педагога, согласно которому учителей не смогут привлекать к осуществлению несвойственных функций. На системе закон предусматривает повышение зарплаты педагогов, доплаты за наставничество и степень магистра, а также предоставление детям учителей первоочередных мест в детских садах по месту жительства. Так, повышение зарплаты уже ощутили более 60 тысяч педагогов Алма-Атинской области. На эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 33 миллиардов тенге. Как отнеслись к реформам сами учителя, выяснял мой коллега Ануар Амангельдинов. Айман Бикижанова работает в сфере образования уже более 30 лет. По словам учителя Талдыкурганской школы номер 17, вводимые реформы внесут кардинальные изменения в работу учителей. Со вступлением закона в силу решится кадровый дефицит. Помимо этого, появится солидная конкуренция, и качество образования выйдет на новый уровень, считает она. Раньше учитель считался авторитетом среди учеников, и родители прислушивались к замечаниям, сделанным преподавателями. А в последнее время всё наоборот. Любая конструктивная критика в адрес ребёнка воспринимается родителями агрессивно. Порой доходит до угроз и оскорблений. В связи с этим снижается статус педагога в обществе. Но теперь, я думаю, всё встанет на круги своя. Новый закон нас защитит, и относиться к учителям будут на должном уровне, как это было раньше. Новый закон защитит преподавателей не только от оскорблений и угроз со стороны родителей и учеников, но и от несвойственной работы. Ведь не секрет, что руководители учебных заведений зачастую учителям поручают выполнять несвойственные функции. Отныне такого не будет. Каждый, кто нарушит права педагогов, будет наказан. В целях поднятия престижа профессии предусмотрено повышение зарплаты на 25%. Также имеется доплата за наставничество в размере 17 тысяч тенге. Плюс ко всему, за педагогическое мастерство работникам образования полагается надбавка в размере от 30 до 50% от должностного оклада. С 1 января 2020 года по заданию президента Республики Казахстан в области 60 933 педагогические работники получают 25% повышенную заработную плату. На эти цели из республиканского бюджета были выделены 33 миллиарда 190 миллионов тенге. Согласно закону о статусе педагогических работников, с 1 января текущего года 869 педагоги в области получают дополнительную оплату за степень магистра. Также 2371 педагогические работники получают надбавку за наставничество. С большим количеством преференций возрастает и обязанности. Отныне педагоги должны повышать уровень квалификационной категории не реже одного раза в пять лет. Несмотря на правовую защиту, учителя и преподаватели обязаны уважать честь и достоинство обучающихся, воспитанников и их родителей. В связи с этим складывается вывод, что новый закон даёт преимущество как тем, кто даёт знания, так и тем, кто их получает. Всего новый закон включает в себя 21 статью и затрагивает порядка 500 тысяч работников образования республики. Реформа в сфере образования нашла положительные отклики в разных слоях населения. Сложный труд учителя должен оплачиваться соответственно. Однако всегда найдутся люди, ищущие лёгкие пути заработка. И зачастую они становятся жертвами мошенников, основателей финансовых пирамид. С начала текущего года в Алматинской области от финансовых пирамид пострадали уже более 40 жителей. Вместе с тем в социальных сетях с каждым днём всё большую популярность набирает онлайн-игра под названием «Чёрная касса» или «Котёл». Каким образом люди поддаются на уловки мошенников и как себя от этого предостеречь, смотрите в следующем сюжете. Уважаемые новые гости чата, добро пожаловать. Хочу вам разъяснить правила игры. Внося 2 тысячи тенге, вы получаете 10 тысяч. Положив 4 тысячи, получите 20 тысяч. Вложив 6 тысяч тенге, за короткий срок вы сможете заработать 30 тысяч тенге. Так работает система лёгкой наживы. Доход членам структуры обеспечивается за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников. Куат Кумбулатов тоже мог стать одними жертв этой афёры. Однако он прекрасно понимал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «Мне вчера предложила знакомая, что участвовать в финансовой пирамиде этой. Она указала, что в пятницу она вложила 2 тысячи и получила через буквально сутки 10 тысяч своей. Потом поверила и вновь вклала эти деньги. Это может быть только лохотрон. Поэтому я не поверил, но я не стал свои комментарии писать в этой группе, а всего лишь наблюдал, как это всё происходит». В социальных сетях в последнее время активно набирает обороты ещё одна, более существенная и азартная игра. В ней участникам предлагают вступить в чёрную кассу с суммой 14 300 тенге и максимум в течение трёх дней получить прибыль в 8 раз больше – 114 тысяч тенге. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, в обоих играх присутствуют основные признаки финансовой пирамиды. Согласно 217-й статье Уголовного кодекса РК, её создание является преступлением и карается законом. «В 2019 году органами уголовного преследования начаты 8 досудебных расследований по таким финансовым пирамидам. И текущий год не стал исключением. Уже установлено 40 потерпевших, но их круг может вырасти, потому что граждане не всегда подают жалобу вовремя, а некоторые вовсе не обращаются в правоохранительные органы». По словам представителей власти, несмотря на разъяснительную работу госорганов, граждане периодически попадают в эту конструкцию. Как предостереть себя от соблазна, лёгких денег и человеческой жадности, поделилась практикующий психолог Ирина Корниенко. «Для того, чтобы не попасть в ловушку финансовых пирамид, существует определённый простой алгоритм. Во-первых, вам необходимо принять закрытую позу. Закрытая поза помогает человеку блокировать информацию, которая поступает в мозг, и он воспринимает её более скептично. Второе – это взять тайм-аут, то есть несколько часов или один день для того, чтобы обдумать ту информацию, которая предлагается ему в данной компании, и навести справки о фирме, которая предлагает ему определённые услуги». По данным прокуратуры Алматинской области, сумма ущерба нанесённого от деятельности финансовых пирамид в прошлом году составила свыше 40 миллионов тенге. В этой связи, как отмечают сотрудники правоохранительных органов, гражданам необходимо избегать вложения денег в сомнительные проекты. Айнур Мейрханова, Жасулан Шенкенжек, Айрат Кастурганов, телеканал ЖИЦУ, Талдыкурган. Жертвой финансовых мошенников может стать каждый. Аферистам совершенно не важно, от кого получать деньги. Их, как правило, совесть не мучает. Очень жаль, когда страдают пенсионеры и инвалиды. А ведь у людей с особыми потребностями и так непростая жизнь. Их возможности во многом ограничены. Это касается и элементарного похода в магазин. Строительные нормы и правила, действующие в Республике Казахстан, обязывают владельцев коммерческих объектов создавать доступную среду для таких людей. Однако рейд, проведенный членами общественного объединения инвалидов Ерлик, совместно со съемочной группой нашего телеканала, показал, что не все бизнесмены соблюдают требования норм законодательства. А ведь сегодня в Талдыкургане проживает около 7 тысяч людей, имеющих разные группы инвалидности. Айнур Мейрханова выясняла, какие коммерческие объекты областного центра находятся вне зоны доступа для лиц с особыми потребностями. Ехия Еркинбек 16 лет страдает мышечной дистрофией. Вот уже 17 лет он передвигается посредством коляски. Несмотря на выпавшую ему долю испытаний, он не унывает. Сейчас у 33-летнего молодого парня есть любимая супруга и двое детей. Все, как у обычных людей. Однако, по утверждению Ехия, есть затруднения в передвижении в общественных местах. Иными словами, отсутствие условий для инвалидов. Просьба к вам. Я обращаюсь от имени всех инвалидов города. Это и пожилые люди, и молодежь. Я тоже хочу со своей семьей приходить на рынок, покупать витамины, овощи, фрукты. Однако у меня нет возможности подняться к вам. Сейчас мне помогли. Это сделать четверо здоровых ребят. С такими просьбами в ходе рейда ему пришлось обращаться не раз. К примеру, на входе в здание центрального рынка Талдыкургана пандус установлен. Однако, для галочки. Его наклонная поверхность выполнена с уклоном, превышающим нормы, что является небезопасно. В результате Ехия не смог подняться самостоятельно. А администрация рынка, выслушав отчаянного парня, обязались устранить нарушение. Главная проблема в том, что каждый раз нам приходится просить помощи у прохожих. Не смог Ехия попасть и в другой торговый дом, что на территории этого же рынка. Приспособление для преодоления препятствия здесь вовсе отсутствовало. Мы сейчас находимся на лестничной площадке торгового центра «Астана». И вот, чтобы помочь Ехии подняться сюда, нам пришлось попросить четверых мужчин. А теперь второй вопрос, как нам спуститься. Придется обращаться снова за помощью. Вы можете помочь нам? К сожалению, администрация коммерческого объекта ответила, что руководства в данный момент нет. И они ничем не могут помочь. На этом проблемы в районе рынка не заканчиваются. Инвалидские парковки, зубные базарки, а нам в среднем среднем. Еще одним барьером для людей с особыми потребностями является отсутствие остановок для инватакси. Впрочем, как нам объяснили представители власти, данный вопрос стоит у них на контроле и скоро будет исчерпан. В ближайшее время, то есть примерно в марте месяца, уже будет проведен открытый конкурс на установку дорожных знаков и специальных дорожных разметок для водителей инватакси по улице Гаухарана возле центрального рынка города Талдыкурган. По прогнозам, в течение лета мы планируем уже все это провести и закончить эту работу. По словам членов общественного объединения инвалидов Ерлик, здоровому человеку ничего не стоит преодолеть две-три ступеньки. Но для людей в инвалидных колясках ступеньки и высокие пороги превращаются в серьезную преграду. Правонарушители, выявленные в ходе рейда, обязались устранить в кратчайшие сроки все недочеты. К слову, в Талдыкургане количество людей, относящихся к маломобильным группам населения, около 7 тысяч, среди которых к первой группе инвалидности относится почти 800 человек. Айнур Мирханва, Мадиба Айбусынов, телеканал ЖИЦУ, Талдыкурган. В этом году исполняется 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Это значимая дата для всего народа не только нашей страны, но и всей территории бывшего Советского Союза. А потому в этот юбилейный год запланировано немало значимых масштабных мероприятий. Главная цель – почтить память павших в бою и сказать спасибо оставшимся в живых. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Сегодня в Талдыкургане их всего 11. Живая легенда, 96-летний Гаис Егембердиев был призван на защиту Родины в 1943 году. Воевал на 2-м Прибалтийском фронте, участвовал в освобождении Латвии. Несколько раз был буквально на волоске от смерти. Наша съемочная группа побывала в гостях у солдата войны. 1943 год. Самый разгар Великой Отечественной войны. Еще совсем юный 17-летний Гаис Егембердиев добровольно отправился на 3-й Белорусский фронт пулеметчиком. Спустя время стал командиром орудия гаубицы. События тех времен четко отпечатались у него в памяти. Никому не пожелаю увидеть ужасы войны, говорит ветеран. Напоминает о кровавых битвах и боевые раны. Был трижды ранен. Одну получил в ногу. Также в голову попал осколок от взрыва гранаты. Чудом удалось выжать. Можно сказать, что весь период войны был на волоске от смерти. Также воевал во 2-м Прибалтийском фронте. Участвовал в освобождении Латвии. Вспоминать о годах войны всегда тяжело. Становится больно на душе. Кайси Гембердиев на родину вернулся в 1947 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени и другими медалями. Больше 30 лет проработал на журналистском поприще. Воспитание и образование ставят во главу угла. Поэтому дома есть своя библиотека. В 2004 году я написал книгу «Жарек Дюниеги Инхарлик». Здесь рассказывается про войну, про ценность мира и согласия. Одним словом собраны мои мысли. Человек должен быть добрым и стремиться к знаниям. Гайси Гембердиев поистине крепкий духом и силой человек. В 90 лет перенес инсульт, вследствие чего правая рука отказала. И несмотря на это, в преклонном возрасте он научился писать левой рукой. За его плечами, я думаю, целая веха жизненная, очень большая. Сейчас ему 96-й год, и он на своем веку увидел очень много. И войну прошел, и мир восстанавливал после войны, и работал очень много. Стараемся, чтобы он был здоров, следим за его здоровьем. Сейчас ветерану 96 лет. Несмотря на столь почтенный возраст, ветеран в здравом уме и может рассказывать свою историю жизни. В рамках празднования 75-летия Великой Победы в Алматинской области будут отреставрированы все памятники, возведенные в честь Героев Фронтовиков. Найти нужды из областного бюджета выделено 50 миллионов тенге. По поручению главы края Амады Кабаталова комплексная работа в этом направлении начата во всех регионах, поскольку практически в каждом населенном пункте имеются монументы, памятники или обелиски, посвященные важному историческому событию. Мои коллеги узнавали, каково сейчас состояние некоторых памятников Победы. В течение года планируется провести капитальный ремонт 115 памятников области. Один из них расположен в селе Стрихи Тамшибаево и Куксутского района. Сооружение возвели еще в 82-м году прошлого века. С тех пор ремонт проводили всего один раз. Теперь этот мемориал, посвященный Победе, требует капитального ремонта. Его надо обналичить, облицовку сделать. Мы думаем, что после ремонта все будут приходить сюда и думаем, что это будет зона отдыха. Ремонт проходил в 2014 году. Тогда здесь возвели две мраморные доски с именами участников Великой Отечественной войны из этого аула. Теперь на радость сельчанам в этом году одна из главных достопримечательностей аула пройдет капитальный ремонт. На это из областного бюджета уже выделены соответствующие средства. В начале года из областного бюджета было выделено 1 миллион 600 тысяч тенге на текущий ремонт обелиска. Ремонт начинается с марта месяца и будет заканчиваться где-то в мае в этом году в честь 75-летия Великой Отечественной войны. В целом за последние годы село Злихи Тамшибаевый изменилось до неузнаваемости. Проведен ремонт ряда социально важных объектов, в том числе и единственное в селе средней школы. В прошлом году при поддержке руководства области учебное заведение 1974 года постройки прошло капитальную реконструкцию. Неспроста эта школа носит имя этого великого человека, героя социалистического труда Злихи Тамшибаевой. Она более 40 лет руководила этим населенным пунктом. Именно она стала инициатором открытия этого учебного заведения в 1974 году. И именно благодаря ее усилиям впервые за 20 лет в 1998 году здесь был проведен первый капитальный ремонт. После реконструкции трехэтажное здание школы заиграло новыми красками. Установлены новые окна и двери, отремонтированы полы, утеплены наружные стены, обновлен фасад, заменены электрика, канализация, отопление и система водоснабжения. К тому же приобретено современное и в том числе необходимое техническое оборудование. Отметим на сегодня, в учебном заведении знаний получают более 200 ребят. Так как видите, сейчас просторная школа у нас, 270 учащихся у нас учатся, а вообще школа рассчитана на 640 места. И у нас 53 отличников на сегодняшний день. Они на олимпиадах, на этих больших конкурсах областных, республиканских получают хорошие места, так как у нас вообще воспитание на хорошее место поставлено. 40 педагогов трудятся, так как предметников у нас все охвачено, качественный состав учителей у нас. Свою лепту в развитие села вносят и выход с аула. Так, общими усилиями в прошлом году в населенном пункте распахнула свои двери новая мечеть. Азад Жумаханов, Асет Дюсенбек, телекомпания ЖТСО, из Коксусского района. На этом у меня все. Увидимся через неделю на телеканале ЖТСО. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok